С высоты папиных рук представитель четвёртого поколения Николаевых полугодовалый Николай Николаевич уверенно раздаривает счастливые улыбки маме, сестре Полине и окружающим. Он такой маленький, но уже имеет кучу игрушек, личный транспорт и собственное мнение. Полгода назад малыш решил родиться чуть раньше времени и заставил родителей поволноваться. Из родного Полысаева в перинатальный центр столицы Кузбасса им пришлось забираться экстренно. Тогда настоящими чудотворцами для Николая стали сотрудники госавтоинспекции. Двухого дня помогите, жена рожает, надо перинатального дождь сопроводить. Скорая полицейская помощь была оказана мгновенно. Стражи порядка сопроводили Николаевых до больницы. Спецоперация под условным наименованием «Малыш» успешно завершилась в перинатальном центре рождением маленького богатыря. Инспекторы ГИБДД Виталий Волков и Александр Приходько вновь встретились с молодыми родителями на выписке. Спустя полгода Кристина и Николай признаются. Сотрудники полиции навсегда стали частью семейной легенды о рождении их сына. Сейчас все наши родственники в курсе того, что с нами произошло. Это чувство общей благодарности разделяет, конечно, вся наша большая семья. Мы впервые на своем собственном примере почувствовали, что в области выстроена система помощи гражданам. Мы были бы рады воспитывать своих детей именно в нашей области, потому что знаем, что здесь точно все будет хорошо с ними. Помощь гражданам – это то, на что прежде всего нацелена работа сотрудников полиции. Ежедневно они раскрывают сотни преступлений, расследуют уголовные дела, обеспечивают безопасность на улицах, пресекают правонарушения, находят и возвращают домой без вести пропавших. Но главное – это помощь людям, в основе которой неравнодушие и отзывчивость каждого полицейского. Эта работа в полиции Кузбасса строится по принципу «от сердца к сердцу». Кузбассовцы доверяют сотрудникам полиции не только жизнь и здоровье, но и свои мечты. Это особенно ценно, когда речь идет о мечте ребенка. О шестилетнем Никите Золотареве стража порядка узнали из благотворительного проекта «Мечтай со мной». Мальчик хочет стать полицейским и вести борьбу с преступниками. Сейчас его жизнь – это тоже борьба. Уже полгода он всеми силами старается победить тяжелый недуг. Сотрудники полиции подарили ему возможность почувствовать себя стражем порядка. Вот Никита в музее госавтоинспекции за рулем милицейского мотоцикла и моделирует дорожную ситуацию на экспонатах. Вот он пробует себя в роли водителя в детско-юношеском центре безопасности дорожного движения. А это уже на базе спецназа «Гром» примеряет настоящее полицейское снаряжение, держит в руках оружие и даже принимает доклад по рации. Как обстановка? Нормально. Почувствовать себя настоящим Шерлоком Холмсом мальчик смог благодаря эксперту-криминалисту и его большому чемодану. Малыш даже попробовал снять отпечатки на импровизированном месте преступления. Происходящее настолько захватило Никиту, что он твердо заявил – здесь его место. У вас интересно. У нас интересно? Угу. Когда большим вырастом, буду у вас работать. Так много примеров, когда очень сложно было объяснить, почему ребенок победил болезнь. В данном случае, мне кажется, что вера ребенка в свою мечту, а он хочет стать полицейским, поможет ему. После встречи с сотрудниками полиции, мечта стать такими же, как они, появилась и у шестилетнего Дамира из Кемерово. В феврале этого года инспекторы ГИБДД спасли его с мамой во время страшного пожара, который полностью уничтожил дом их семьи. Полицейские Андрей Мецлер и Александр Павлик находились на службе. Столб дыма они заметили с соседней улицы. В мороз минус 36 через сугробы они бросились к объятому пламенем дому. В дыму нашли окно, возле которого ждали помощи Ирина Давыдова и ее сын. Стражи порядка вынесли Дамира, который незадолго до этого перенес операцию и не мог сам передвигаться, а потом помогли выбраться Ирине. Спустя 9 месяцев после произошедшего не было ни одного дня, чтобы женщина не вспомнила тех, благодаря кому они остались живы. Это было очень опасно. Жертвуя своей жизнью, они спасли нас, ребенка. Пока у нас в стране в нашей будут такие офицеры, такие мужчины, такие герои, ну, нас никто не победит. Они приходят на помощь, когда счет идет на секунды и держат оборону, даже если ценой безопасности других является их собственная жизнь. 1 июля 2019 года во время служебной командировки в Чеченской республике от рук вооруженного преступника погиб старшина полиции Александр Дворников. Сотрудник патрульно-постовой службы из Новокузнецка стоял на посту до последнего мгновения. У него остались брат, сестры и мама. 8 ноября министр внутренних дел Владимир Колокольцев передал Светлане Викторовне Дворниковой орден мужества ее сына. Им Александр награжден посмертно. Мы всегда пользуемся вот такими встречами для того, чтобы далеко не лишний раз отдать должное их подвигу. Еще раз хочу заверить всех присутствующих о том, что мы всегда этих ушедших наших товарищей будем вспоминать. В Кемеровской области правоохранительные органы тесно взаимодействуют не только при раскрытии и расследовании преступлений. Особая общая задача – забота о семьях тех сотрудников, кто не вернулся из служебной командировки или боевого задания. В Кузбассе эта работа ведется под патронажем губернатора Сергея Цивилева. Мы и дальше будем помогать и заботиться семьям. Все, что мы можем сделать со своей стороны, со стороны правительства Кузбасса, администрации городов, мы обязаны делать. Но самое главное – это навсегда, на всю свою оставшуюся жизнь помнить об этих людях. Святая задача стражей порядка – помощь пожилым гражданам. В Кузбассе благодаря полицейским пенсионеры начинают строить планы на будущее, да еще и когда – в 98 лет. В 1940 году Акулина Камчугова приехала в гости к сестре в Казахстан. Накануне ее отъезда домой началась Великая Отечественная война. Возвращение пришлось отложить почти на 80 лет. Вместе с миллионами других советских граждан она трудилась в тылу во имя Победы. В феврале этого года дети перевезли Акулину Васильевну в Крапивинский район и обратились в полицию за помощью в оформлении российского гражданства. Человеку, который родился в 1921 году, то есть через два года буквально ей уже будет сто лет, то есть такому человеку надо помогать быстро. Все необходимое полицейские сделали в максимально короткие сроки. Российский паспорт сотрудники Управления по вопросам миграции привезли Акулине Васильевне домой в поселок Зеленогорский Крапивинского района, где она теперь живет со своей большой и дружной семьей. Я вот смотрю, вот кое-как. Я ни буквы, ничего не вижу, но себя-то я вижу. Ну, красиво. Печать, видишь, какая-то совсем не такая. Да, красиво. Это паспорт? Да. Да, паспорт. Благодаря сотрудникам полиции семья ветерана Великой Отечественной войны воссоединилась и начала новый отсчет времени. Я сейчас уже сказала своим дочкам, отец и зятю, сказала, ну уж теперь я еще сто лет буду жить. Не только успеть за временем, а обогнать его, сделать все необходимое здесь и сейчас, когда счет идет на секунды. То, как это умеют делать полицейские, теперь знает жительница ТОПОК Жанна Салиханова. Она могла умереть от потери крови и не дождаться рождения внучки. Летом по дороге на работу Жанна споткнулась на улице и порезала ногу. Теряя силы и сознание, женщина заметила автомобиль ГИБДД и смогла дойти только до него. Открой, что случилось? Бома упала. Ну, выкиньте скорее. Упала, ногу разбила. Где упали? Вот сейчас упала на дорогу, что-то поехали. Это в больницу вызывать. Инспектор ДПС Антон Полянский и дружинник Максим Сергеенко моментально оценили ситуацию. Полицейский снял с себя поясной ремень и перетянул им ногу пострадавшей. Кровотечение удалось остановить. Женщина выжила, и теперь сотрудник полиции всегда желанный гость в ее доме. Утром встану, и у меня слезы, я долго плакала, я не могла отойти, потому что понимала, что тут в один момент все могло прекратиться. Все, вот, нет. Там секунд, там игру, там все время шло, считанное было все. Кузбасская полиция не только дарит надежду на будущее, она возвращает людям их прошлое. Перед Николаем Николаевичем Чекалиным музейная папка с пожелтевшими от времени бумагами и черно-белыми снимками. С фотографией на него смотрит серьезный молодой мужчина. Точная копия. Отец. Они встретились впервые в жизни. Участковый уполномоченный Московского городского отдела милиции младший лейтенант Чекалин погиб от рук вооруженного преступления. Утопника 9 ноября 1951 года. Спустя месяц у него родился сын, которого назвали Николаем. В честь отца. Все эти годы он тщетно пытался найти хоть какую-то информацию об отце. Два года назад родственники услышали по радио «Милицейская волна» передачу о погибшем участковом Чекалине. Накануне Николай Николаевич Чекалин посетил музей областного полицейского главка. И впервые взял в руки документы, где есть и обстоятельства гибели отца, и воспоминания сослуживцев, и единственное в своем роде фото в милицейской форме. Человек живет памятью. Не будет памяти, все. За отца, конечно, спасибо. Ради жизни, ради безопасности и справедливости, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Ради Кузбасса, который покоряет новые рубежи. Ради людей, их улыбок и счастья. Помощь, внимание, защита. Участковые и уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних. Оперативники уголовного розыска и подразделений по контролю за оборотом наркотиков. Сотрудники патрульно-постовой службы и госавтоинспекции. Эксперты-криминалисты. Оперативники подразделений экономической безопасности. Дознаватели, исследователи. От каждого сотрудника органов внутренних дел, каждому человеку. От сердца к сердцу. Отไร. Игорь Негода. Продолжение следует...